Ну а поскольку предыдущее видео было в виде затянутой нудной мута тени, мы попробуем несколько срезать формат и раздробить процесс на несколько более мелкие куски. Соответственно в этом ролике мы заделаем слобного слизняка, который будет жизнерадостно прыгать в направлении персонажа игрока и пытаться нанести дамаг. Соответственно начнем с традиционного. Создадим класс чертежа и назовем его флаг. Естественно нам нужны компоненты. Базовым компонентом будет компонент отвечающий за столкновение. Пускай это будет сфера. Перетянем ее на default scene root, чтобы наша сфера стала основой. И добавим paperflipbook. Взявим ее просто flipbook и по умолчанию выставим наш созданный в предыдущий раз flipbook стоящего слизняка. Вот он наш, наш милашка. Уменьшим радиус сферы в соответствии с размером спрайта. Допустим где-то 14. И любой объект, который попадет в пределы этой сферы, будет получать урон. Создадим переменную, которая будет отвечать за количество наносимого урона. Сделаем ее видимой, чтобы мы могли настраивать каждого слизняка отдельно. Добавим также переменную коэффициент направления взгляда слизняка. И добавим скорости по x и по y, которые будут регулировать с какой силой наш слизняк прыгает. Ну и заранее объявим переменную dt, которая отвечает за интервал времени для счетчика, то есть для таймера. Предварительно все есть. И мы можем перейти к разработке наших событий. А, ну конечно у нас еще должен быть параметр HP. Хитпоинт нашего слизняка. Пускай у него будет десяточек хитпоинтов. И счетчики времени, конечно же. То есть с какой частотой наш слизняк будет прыгать. Пускай это будет раз в пять секунд. Для тика сразу же создаем sequence. Этот секунд будет позволит нам раздробить события в осмысленном цикле. Первое, что нам нужно сделать, в принципе, чтобы наш слизняк хоть чем-то занимался, это определить расстояние до игрока. Get play a pawn. Вот это наш игрок и расстояние до него. Пускай будет меньше 400. Это будет расстояние, с которого наш слизняк агрится на игрока. В противном случае он просто сидит и нифига не делает. Сам по себе таймер, конечно, будет сбрасываться вне зависимости от того, согрелся слизняк или нет. Вот так. Продолжение следует... Вычитаем наш дельтатайм из таймера, если он еще не опустился до нуля. И здесь, конечно же, нам нужно присвоить дт значение реального дельтатайм. В противном же случае... Давайте-ка мы это объявим как переменную. Например, Promoted Variable. Назовем ее, допустим, PD Play Distance. И будем обращаться к ней по мере необходимости. Мы не будем сбрасывать таймер, если игрок недостаточно близко. Писка. Далее, в случае... Если игрок, опять-таки, достаточно близко... А, стоп. А, вот оно. Это я сделал напрасно. А также... Наш таймер равен своему счетчику. Как мы сделали только что. Слизняк должен прыгнуть в сторону игрока. Но для того, чтобы Слизняк прыгнул в сторону игрока, нужно определить, где игрок находится. А, господи. Get Actor Position. Location. Старею. Разбиваем этот вектор. И нас интересует координата Х. Слева игрок находится или справа. Будет больше. Не больше или равно, а просто больше. Больше чего? Больше собственного икса. Итак, если Х игрока больше икса Слизняка, соответственно, игрок находится справа от Слизняка и двигаться надо по Х в плюс. Соответственно, ХК должен быть равен единице. В противном случае ХК должен быть равен минус единице. И мы готовы прыгать. Каким образом уважающие себя Слизняки прыгают? Уважающие себя Слизняки прыгают с помощью столь замечательной команды, как придать импульс. Импульс мы будем придавать нашей сфере столкновений. И импульс, как видно, задается вектором. По оси Z мы прыгаем вверх. Поэтому нас устраивает стабильно положительное выражение. Однако по оси Х в дело вступает наш коэффициент. Только что определенный ХК. Вот таким нехитрым образом мы определили, как Слизняк будет прыгать. Конечно, можно было бы еще повозиться и регулировать скорость прыжка в зависимости от того, насколько далеко находится игрок от Слизняка. Но у нас сейчас хватит проблем с тем, чтобы настроить эти прыжки правильно. Теперь, собственно говоря, ключевой момент. Если игрок столкнулся со Слизняком, то он должен получить урон. Это будет происходить в случае, если Слизняк ударился обо что-то. Нанесем урон. Проверим, есть ли у игрока определенный тег. Например, player. Если этот тег существует, тогда наносим урон, который мы берем из вот этой вот переменной. Собственно говоря, Damaged Hector определяется тем же самым объектом. Теперь наш Слизняк, по идее, умеет наносить урон. Но это еще не все. Дело в том, что наш Слизняк, конечно, замечательное существо и мы его очень любим. Но, во-первых, он еще не умеет менять свои анимации. А во-вторых, он не настроен как физический объект. Поэтому он не будет прыгать, а будет выдавать ошибку. Соответственно, добавляем следующий эпизод в нашу бесконечную Санта-Барбару. Определяем. Определяем длину вектора. И проверяем, больше ли она нуля. Первое, что нам нужно сделать. Если скорость больше нуля, то мы должны развернуть наш флипбук вправо. Не совсем так. Длина вектора всегда положительная. Поэтому нам нужно определить скорость по иксу и проверить, больше ли нуля она. вот так вот, вот так вот, вот так вот. В противном случае, соответственно, world rotation у нас 0. Это раз. Второе действие. Вот теперь мы проверяем просто, больше нуля наша скорость или меньше. Устанавливаем флипбук на некую переменную. И вот эту переменную, как и в случае с объектом игрока, мы будем менять. Итак, если скорость больше нуля, то слезняк у нас прыгает. Ходить он у нас не умеет, он только прыгает. Если скорость меньше нуля, точнее равна нулю, то слезняк стоит. И, наконец, HP меньше или равно нулю. ФБ аним у нас ставится на Death. Слезняк должен умереть. В случае получения урона, соответственно, хитпоинты со слезняка снимаются. Это очень похоже на обработчик получения урона игроком. Но проще. Если хитпоинты меньше или равны нулю, объявляем delay на, скажем, если у нас 3 кадра в секунду и в анимации 2 кадра, то каждый из кадров это 0,3 секунды. 0,6 секунды примерно. Даем задержку. И по завершении задержки убиваем слезняка. Destroy actor. Теперь настраиваем, собственно, вред столкновения. Во-первых, мы должны включить срабатывание ивентов на удар. Иначе вот этот вот блок работать не сможет. Дальше. Пресет будет кастомный. и мы будем учитывать физику столкновений. Ну и наш слезняк блокирует все. Далее надо включить, собственно говоря, физику. Ставим галочку Singulate Physics. Затем массу в килограммах. Пускай будет 100. Хотя, возможно, мы от этого потом откажемся. Посмотрим, как слезняк будет вести себя. И, конечно же, надо включить ограничения. Слезняк не должен двигаться по оси Y. Иначе он может свалиться вбок. Тем более, что у него сферическое столкновение. А по X, Y и Z он двигаться вполне себе должен. А вращение полностью заблокировано. То есть, наша сфера вращаться не должна. Для флипбука столкновение отключаем. А, ну да. Итак, наш слезняк предварительно настроен. У нашего персонажа отсутствует тег Player. Добавим персонажу соответствующий тег. В самом низу настроек нашего актера. Если развернуть вот этот список, у нас есть раздел Tags. Добавим Tag Player. Какой у нас dmg? А dmg у нас 0. Такой он наносит десяточку. И сейчас нам должно быть действительно очень больно. Да. Почему мы умерли? Потому что столкновений произошло сразу куча. И, соответственно, у нас, в отличие от нормальных персонажей 2D сайдскроллеров, отсутствуют фреймы неуязвимости. Соответственно, игроку необходимо добавить таймер неуязвимости. Вот здесь в случае получения урона. Там, где мы проверяем смерть. Если мы не умерли, то мы можем допустим, пускай у нас будет одна секунда неуязвимости, выставить неуязвимость в некий плюс. Дальше. На тик добавим еще один custom event. Проверяем. Проверяем. Если наша переменная inWool больше нуля. Если это так, то, соответственно, персонаж неуязвим. Если true, то включаем неуязвимость. Если false, то не включаем неуязвимость. И если мы в плюсе, то, соответственно, надо уменьшать. Значение нашего таймера. Соответственно, вычитанием. Снижаем запас неуязвимости. Самому слезняку явно надо увеличить частоту его прыжков. Соответственно, розет ставим, допустим, 2. Нам необходимо добавить обработчик события неуязвимости. Ну, скажем, сюда. Это раз. Во-вторых, в случае, если игрок неуязвим, его HP не должно убывать. Проверяем. Если игрок не неуязвим, то урон проходит. В противном случае мы аккуратно обходим эту ноду. Иначе обработчик смерти нормально работать не будет. И вот здесь вот в случае, если HP у нас меньше нуля, мы добавляем вот эту надпись и задержку. И, естественно, неуязвимость персонажа необходимо визуально как-то обозначить. изменим цвет спрайта. По умолчанию цвет белый. Но мы сделаем альфу половинчатой. Порядок расположения объектов. Если мы неуязвимы, мы будем подсвечиваться бледным-красненьким. Если мы уязвимы, то мы будем оставаться нормального цвета. Далее. Изменим порядок при запуске таймера неуязвимости. Он теперь будет запускаться сразу после того, как мы снимаем HP. И только в этом случае. Пристрелим слезняка. И, как видим, все работает нормально. В всяком случае, настолько нормально, насколько может. Что ж, спасибо за внимание. И встретимся в следующем ролике, где мы посмотрим, каким образом можно запилить прыжковые платформы и лифты. Всем удачи!